Зал детского дома культуры «Родник» с трудом вместил всех пришедших на собрание собственников ЖСКТ. В очередной раз разговор о том, как жителям 20 домов, объединенных в кооператив, выйти из сложившейся ситуации. История началась 8 месяцев назад, когда выставленные за отопление счета оказались в 2-4 раза больше прежних. Начались споры и конфликты, избрали нового председателя. В этом случае последовала череда взаимных упреков и выяснение финансовых нюансов. Накопились долги. По решению суда и первый, и второй председатели ЖСКТ «ТЭМП» отстранены от управления. Если честно, я, когда собирал этих двух председателей, которые старые и новые, я вижу, что они совершенно не хотят и не думают о людях. Такое ощущение, что они рвутся только к власти и деньгам, а тех, которые собираются в ЖСК. Больше ничего. То есть и динамить 8 месяцев людей, которые не получают льготы, это как бы, ну, не знаю, провоцировать какой-то заложников, что ли, людей делать. Жители просят поддержки администрации, но кардинально повлиять на ситуацию невозможно, говорит Сергей Анфилов. ЖСК живет по своему утвержденному уставу. Я так понимаю, что все, кто здесь есть, вряд ли кто найдется против этого. Все хотят сохранить кооператив. Я тоже хочу сохранить кооператив. Правда, мое мнение, я в этом очень сомневаюсь, что его реально сохранить. Прошедшие месяцы показали, что его нереально сохранить. Вот у меня конкретный вопрос к вам, как к представителю власти. Ваше мнение, наш кооператив реально сохранить? Мое мнение, чтобы вам помочь им, помочь быстрее, соберите общие собрания и выберите другой способ управления. Все, вот моя точка зрения. По словам депутата Валерия Ховрачева, который присутствовал на собрании, за время споров, судебных тяжб и выяснений отношений, ЖСК «Темп» задолжал водоканалу 3 миллиона рублей, теплосети – 10 миллионов. Те 8 месяцев, что жилищный фонд, ЖСК находится без управления, без должной заботы – это большой срок. Поэтому единственное, вот сейчас я, конечно же, поддержу администрацию серебряная посада в связи с тем, что только управляющая компания, наверное, такая надежная, может исправить здесь ситуацию. Люди могут проголосовать за каждый дом, сменить там на ТСМ, либо управляющую компанию выбрать – и все. Мы не навязываем ни муниципальную управляющую компанию. Мы говорим о том, что переизберите способ управления и выберите себе, пожалуйста, управляющую компанию. Управляющая компания у нас является лицензированной. То есть в любой момент, если управляющая компания не понравится людям, они ее могут сменить. Из-за неразберихи в хозяйственной деятельности около тысячи жителей ЖСК «Темп» не получают льготы на уплату коммунальных услуг. Мы действительно очень за то, чтобы нам власть помогла в том, что администрация, в смысле в том, чтобы люди получили льготы. Поскольку у нас мало того, что членов и собственников более двух тысяч, еще кроме них, еще являются много льготников. И вот в честь победы, которой есть участники Великой Отечественной войны, и мы хотели бы, чтобы именно они получили эти льготы. А не можем лишь потому, что у нас судебные тяжбы. Собрание длилось более двух часов, пока единого мнения относительно дальнейшей судьбы ЖСК «Темп» его представители так и не выработали. Известно, что администрация округа вместе с управлением соцзащиты включится в работу по оформлению выплат льготным категориям жителей ЖСК «Темп». Ирина Белякова, Евгений Шевченко, программа «События».